Ель. Один хемуль, стоя на крыше, расчищал снег. На нем были желтые шерстяные варежки, которые мало-помалу промокли и стали мешать. Тогда он положил их на домовую трубу, вздохнул и снова стал расчищать снег, закрывавший крышку люка. Наконец он разгреб его. А вот и крышка люка, произнес хемуль. А там внизу они спят себе и спят. Спят, спят и спят. Меж тем, как другие вкалывают до потери сознания только потому, что наступает Рождество. Он забрался на крышку люка и, поскольку не мог вспомнить, как она открывается, наружу или внутрь, начал осторожно топтать ее ногами. Крышка тотчас же провалилась, и хемуль рухнул во мрак и во все то, что семейство мумитролей сложило на чердаки, чтобы потом использовать. Хемуль страшно рассердился, а кроме того, он был не очень уверен в том, где оставил свои желтые варежки. Он особенно дорожил именно этими варежками. Потом он затопал дальше, спустился вниз по лестнице, распахнул дверь и заорал злым голосом. «Наступает Рождество! Мне надоели и вы, и ваша зимняя спячка, а тут еще в любую минуту может начаться Рождество!» Внизу семья мумитролей, как обычно, спала зимним сном. Они пребывали в зимней спячке уже много месяцев и намеревались продолжать ее до самой весны. Сон спокойно и приятно убаюкивал их, словно сплошной долгий теплый летний полдень. И вдруг в сны мумитроля ворвались беспокойства и холодный воздух. А тут еще кто-то стащил с него одеяло и закричал, что ему надоело, и что наступает Рождество. «Рождество!» «Уже весна!» – пробормотал ему мумитроль. «Весна?» – нервно переспросил Хемуль. «Рождество! Понимаешь ты, Рождество!» «А я еще ничего не достал, ничего не устроил, а меня посылают откопать вас посреди всей этой заварушки. Варежки, вероятно, пропали, и все бегают кругом, как сумасшедшие, и ничего не ясно». С этими словами Хемуль снова потопал на крышу, но уже вверх по лестнице, и выбрался наружу через люк. «Мама, проснись!» – испуганно сказал мумитроль. «Стряслось что-то ужасное. Они называют это Рождеством». «Что ты имеешь в виду?» – спросила мумимама, высовывая мордочку из-под одеяла. «Точно не знаю», – ответил ее сын. «Но ничего не устроено, и что-то потерялось, и все бегают кругом, как сумасшедшие. Может, снова наводнение?» Он осторожно потряс Фрюкинснорк и прошептал. «Не пугайся!» – но стряслось что-то ужасное. «Спокойствие!» – сказал мумипапа. «Спокойствие прежде всего!» Он встал и завел часы, которые остановились еще где-то в октябре. Они поднялись по мокрым следам Хемуля на чердак и вылезли на крышу дома мумитролей. Небо было голубое, как всегда, так что на этот раз не могло быть и речи о горе, извергающей пламя. Но вся долина была покрыта мокрым хлопком. Горы и деревья, и река, и весь дом. Было холодно, еще холоднее, чем в апреле. «И это называется Рождество?» – удивленно спросил папа. Он набрал полную лапу хлопка и стал его разглядывать. «Интересно, это выросло из земли?» – спросил он. «Или упало с неба?» «Должно быть страшно неприятно, если это случилось за один раз». «Но папа, это же снег!» – объяснил мумитролей. «Я знаю, что это снег, и он падает на землю не сразу». «Ах, так!» – произнес папа. «Но все равно это было бы неприятно». Мимо на финских санях проехала тетка Хемуля с елкой. «Вот как! Наконец-то вы проснулись!» – сказала тетка, не проявляя к ним ни малейшего интереса. «Постарайтесь раздобыть елку, пока не стемнеет». «Но зачем?» – начал было папа. «Некогда мне тут с вами разговаривать, еще опоздаю!» – крикнула тетка через плечо и покатила дальше. «Пока не стемнеет!» – прошептала Фрекинснорк. «Она сказала, пока не стемнеет. Самое опасное случается вечером». «Значит, чтобы справиться, нужна елка!» – размышлял вслух папа. «Ничего не понимаю». «И я тоже!» – покорно сказала мама. «Но когда пойдете за этой самой елкой, наденьте шарфы и шапки, а я попробую пока хоть немного растопить печь». Несмотря на грозящую катастрофу, папа решил не трогать ни одной из своих собственных елей. Он их берег. Вместо этого они перелезли через забор гапсы и выбрали большую ель, которая в дальнейшем фактически ни на что уже не годилась. «Ты считаешь, мы должны спрятаться на этой елке?» – поинтересовался ему метролль. «Не знаю», – ответил папа, продолжая рубить ель. «Я ничего во всем этом не понимаю». Они дошли уже почти до реки, когда навстречу им кинулась гавса с полной охапкой мешочков и пакетов. Лицо ее было красное, страшно взволнованное, и она даже не узнала, к счастью, свою ель. «Шум и давка!» – закричала гавса. «Невоспитанным ежам нельзя разрешать!» «И как я совсем недавно говорила, миссия – это просто позор!» «Елка!» – сказал папа, и отчаянно изо всех сил вцепился в воротник ее шубы. «Что делать с елкой?» «Елка!» – рассеянно повторила гавса. «Елка! Ох, как ужасно! Нет, это просто невыносимо! Ее ведь надо нарядить! Я не успею!» И она выронила свои пакеты и мешочки в снег. Шапочка съехала ей на нос, и гавса чуть не заплакала на нервной почве. Папа покачал головой и поднял елку. Дома мама вымела веранду, достала спасательные пояса и аспирин, папина ружье и теплые компрессы. «Ведь никогда заранее не знаешь!» Какой-то крошечный малыш сидел на самом краю дивана и пил чай. До этого он сидел в снегу под верандой, и вид у него был такой жалкий, что мама пригласила его в дом. «Вот ты елка!» – сказал папа Муми-тролля. «Если бы только еще знать, для чего она нужна!» Гавса уверяет, что ее надо нарядить. «Таких больших платьев у нас нет!» – огорченно сказала мама. «Интересно, что она имела в виду?» «Какая красивая елка!» – закричал крошечный малыш, и проглотив от страшной застенчивости чай, стал раскаиваться, что осмелился наконец-то что-то произнести. «Ты знаешь, как наряжают елку?» – спросила фрекин-снорк. Малыш жутко покраснел и прошептал. «Как можно красивей! На нее надевают разные красивые вещи!» «Так я слышу!» Но тут, совершенно подавленной своей смелостью, он смущенно закрыл лапками мордочку, опрокинул чайную чашку и скрылся за дверью веранды. «Теперь помолчите немного, а я подумаю!» – сказал муми-папа. «Если елку нужно нарядить как можно красивей, значит, и речи быть не может о том, чтобы на ней спрятаться от грозящей опасности. Значит, надо умилостивить опасность. Теперь я начинаю понимать, в чем тут дело!» Они тотчас вынесли ель во двор и надежно посадили в снег. И стали ее украшать снизу доверху как можно красивее всем, что только приходило им в голову. Они украсили ее раковинами с летних клумб и жемчужным ожерельем фрекин-снорк. Они сняли хрусталики с люстры в гостиной и развесили их на ветках, а на верхушку еля поместили красную шелковую розу, которую муми-мама получила в подарок от папы. Все несли на елку самое красивое, что у них только было, желая умилости, ведь непонятны им силы зимы. Когда ель была украшена, мимо снова промчалась тетка Хемуля на своих финских санях. Теперь она ехала уже в другую сторону и торопилась еще больше, если только это возможно. «Взгляните на нашу елку!» – воскликнул муми-тролль. «Еще чего!» – сказала тетка Хемуля. «Ну, вы ведь всегда были с приветом, а мне некогда. Надо приготовить праздничное угощение для Рождества». «Угощение для Рождества?» – удивленно повторил муми-тролль. «Значит, оно к тому же еще и ест?» Но тетка Хемуля не стала слушать. «А по-вашему, можно обойтись без рождественского угощения?» – торопливо обронила она и помчалась вниз по склону. После обеда мама упорно трудилась на кухне, и перед самыми сумерками рождественское угощение было готово и стояло в маленьких мисочках вокруг елки. Там были и сок, и простокваша, и пирог с черникой, и яичный ликер – все то, что любила семья муми-троллей. «Ты думаешь, Рождество очень голодное?» – обеспокойно поинтересовалась мама. «Едва ли больше, чем я?» – с тоской ответил папа. Он сидел в снегу, завернувшись до самых ушей в одеяло, и мерз. Но ведь малявки всегда должны быть очень-очень предупредительны к великим силам природы. Внизу, в долине, во всех окнах начали зажигаться огни. Огоньки светились и под деревьями, и из каждого жилища наверху среди ветвей, а полыхающие огни метались взад-вперед по снегу. Муми-тролль посмотрел на папу. «Да», – подтвердил папа и кивнул головой, – «на всякий случай». Тогда муми-тролль вошел в дом и собрал все свечи, какие только смог найти. Он воткнул их в снег вокруг ели и осторожно зажигал одну за другой, пока они все не загорелись, чтобы умилостивить мрак и Рождество. Мало-помалу в долине стало совсем тихо. Все, наверное, отправились к себе домой и сидели там в ожидании опасности, которая вот-вот грянет. Только одна единственная тень еще бродила между деревьями, то был Хемуль. «Привет!» – тихо воскликнул муми-тролль. «Оно скоро явится?» «Не мешай мне!» – злобно ответил Хемуль, уткнувшись в гордый длинный список, где уже почти все было перечеркнуто. Усевшись рядом с одной из свечей, он начал считать. «Мама, папа, Гавса!» – бормотал он. «Все кузины, старший еж, маленьким ничего не надо. И я тоже ничего не получила от Снифа в прошлом году. Ниса и Холмса, моя тетка, с ума сойти можно!» «В чем дело?» – робко спросила Фрекенснор. «С ними что-нибудь случилось?» «Подарки!» – разразился Хемуль. «С каждым новым Рождеством надо все больше и больше подарков!» Дрожащей лапой он перечеркнул строчку в своем списке и побрел дальше. «Подожди!» – крикнул муми-тролль. «Объясни о варежке!» Но Хемуль исчез во мраке. Он исчез, как и все остальные, кто спешил и был немного не в себе от того, что наступает Рождество. Тогда семья муми-троллей тихонько отправилась в дом поискать подарки. Папа выбрал свою лучшую блесну для ловли щук, лежавшую в очень красивом футляре. На нем он написал «На Рождество!» и положил футляр в снег. Фрекенснорк стянула с ноги браслет и немножко вздохнула, заворачивая его в шелковую бумагу. А мама открыла свой самый тайный ящик и вытащила оттуда книгу с разноцветными картинками, единственную раскрашенную книгу во всей долине муми-троллей. То, что завернул бумагу муми-троль, было таким нежным и таким личным, что никто-никто не должен был это видеть. Даже после, уже весной, он никогда не рассказывал никому о том, что подарил. Потом они все вместе уселись в снег в ожидании катастрофы. Время шло, но ничего не случалось. Только крошечный малыш, который пил чай, высунулся из-за дровяного сарая. Он привел с собой всех своих родственников и их друзей. И все они были одинаково маленькие, серенькие и жалкие и замерзшие. «Веселого Рождества!» – застенчиво прошептал малыш. «Ты вправду первый, кто считает, что Рождество веселое!» – сказал папа муми-тролля. «Ты что, совсем не боишься того, что может случиться, когда оно явится?» «Оно уже здесь!» – пробормотал малыш и уселся в снег вместе со своими родственниками. «Можно посмотреть?» – спросил он. «У вас такая удивительно красивая елка!» «И угощение тоже!» – мечтательно сказал один из родственников. «И настоящие подарки!» – добавил другой. «Всё свою жизнь я мечтала о том, чтобы увидеть такое как можно ближе!» – закончил свою речь малыш и вздохнул. Стало совсем тихо. Свечи горели, и пламя их было совершенно неподвижно в этой спокойной ночи. Малыш и его родственники сидели очень тихо. Видно было, как они всем восхищаются и хотят всего. Это чувствовалось всё сильнее и сильнее. Так что, в конце концов, мама муми-тролля, приблизившись к папе, прошептала. «А ты не думаешь?» «Да, но если…» – возразил папа. «Во всяком случае, – сказал муми-тролль, – «если Рождество разозлится, мы, может быть, спасёмся на веранде!» и, повернувшись к малышу, добавил, – «Пожалуйста, это всё ваше!» Малыш не поверил своим ушам. Он осторожно подошёл к еле, а за ним потянулась целая вереница родственников и друзей, усы которых благоговейно дрожали. Они никогда прежде не справляли своё собственное Рождество. «А теперь, вернее всего, убраться отсюда!» – обеспокоенно произнёс папа. Всё семейство быстрыми, едва слышными шагами прокралось на веранду и спряталось под столом. Но ничего не случилось. Мало-помалу они боязливо выглянули в окно. Крохотные малыши сидели в саду, ели, пили, разворачивали подарки и веселились так, как никогда в жизни. Под конец они взобрались на ель и расставили на всех ветвях горящие свечи. «Но на верхушке должна быть, наверное, самая большая звезда», – сказал дядя малыша. «Ты думаешь?» – спросил малыш, глянув в раздумье на красную шёлковую розу мамы Мумитроля. «Не всё ли равно? Главная идея!» «Надо бы нам раздобыть и звезду», – прошептала мама. «Но ведь это совершенно невозможно!» Они посмотрели вверх на небо, такое далёкое и чёрное, неправдоподобно усеянное звёздами. Их было в тысячу раз больше, чем летом. А самая большая из них висела прямо над самой верхушкой их ели. «Ой, мне немножко хочется спать», – призналась мама. «И я не в силах больше гадать, что всё это значит. Но, похоже, всё идёт хорошо». «Во всяком случае, Рождества я больше не боюсь», – заявил Мумитроль. «Хемуль с Гавсой и со своей тёткой должно быть чего-то недопоняли. И, положив жёлтые варежки Хемуля на перила веранды, где он сразу бы смог их увидеть, они вошли в дом, чтобы снова лечь спать в ожидании весны». «Хемуль с Гавсой и с Гавсой и с Гавсой и с Гавсой»